Привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Мой Говорящий Том. И сегодня у нас очередной юбилей. Наш котик Том достигнет 330 уровня. Опять же, благодарю за ваши отзывы и комментарии. По просьбам подписчиков в прошлой части я надел на него вот такой вот забавный костюм полицейского. Вот, давайте-ка я сразу же его уберу. И одел костюмчик Пумы. Вот, сегодня опять же написала первая из подписчиц. Это подписчица с ником Таня или Том 2. Она попросила, чтобы я надел на нашего котика костюм колбоя и еще сделал королевский интерьер. С удовольствием иду навстречу. Относительно того, в каком костюмчике хотела бы увидеть Тома, она не написала. Поэтому, друзья, сегодня я для нашего котика Тома сделаю вот классический обычный костюмчик. Вот, будет он обычный Томом. Ну, а вы, конечно же, пишите в отзывах, комментариях, кого Тома хотите увидеть. Я сделаю либо по большинству голосов, либо вот выберу первый из советов, первую из просьбы и таким сделаю нашего котика. Ну, что ж, котик Том выглядит здорово. Просится в туалет, но я думаю, друзья, давайте-ка все-таки я его одену в костюм копоя, а потом уже будем делать королевский интерьер. Итак, нам нужен костюм котбоя. Вот, мне кажется, это готовый костюм, там ничего особого делать не надо. Вот сейчас мы его поищем. Итак, да, вот на этом аккаунте мне активированы все костюмчики и все вот плюшки нашего Тома. Итак, вот он, костюм копоя. Ну и, конечно же, костюм у копоя... Вот, я не понял, друзья, я его не активировал. Да, походу, я его не активировал. До костюма копоя мне нужна и копоя. Ковбойская шляпа. Итак, давайте-ка я еще делаю попытку. Попробую активировать костюм копоя. Вот, и попробую... Вот он. Да, вот получилось. И попробуем найти ковбойскую шляпу, чтобы наш котик Том был богатым ковбоем. Ну и, конечно же, когда это будет королевский интерьер, я уверен, что это будет довольно-таки круто смотреться. Вот, кстати, подобную конфигурацию я еще не делал, поэтому надеюсь, что все будет выглядеть круто и здорово. Итак, по-моему, вот это ковбойская шляпа. Да. Ну вот. Совсем другое дело. Да, что-то у нас хочется в туалет. Давайте-ка я его сразу же отведу в туалет. Вот, кстати, было бы здорово сделать это в королевском интерьере. Вот, поэтому я как бы сейчас отменил. Вот, давайте-ка пока все сделаем в королевском. Итак, груда сокровищ. Круто. Вот, кресло меняем на королевский трон. Вот, современный коврик на королевский ковер. Вот, обои меняем на королевский. И вот полочку с обоями, с картин, с книгами я тоже поменяю на королевский. Современный паркет меняю на королевский. Вот, кстати, в одно движение клика получилось все это сделать. Итак, ну как бы наш котик Том, вот я отменил отмену, как видите, уже в туалет не хочет. А вот покушать он бы не отказался. Подожди, дружище, сейчас я поменяю тебе столик. Вот, нам нужен королевский столик. Вот он. Нам нужны королевские обои. Нам нужен королевский холодильник. Охладитель. Вот так даже называется королевский холодильник. И холодильник, и вот нужна королевская арка. Ну что ж, круто, здорово. Вот, ну а сейчас давайте-ка покормим каким-то королевским блюдом. Так, золотая чаша. Чаша Грааля, которая сразу же на 70% повысила насыщенность нашего котика. Вот давайте-ка дам ему еще бобов. Что за ковбой, который не ест бобы? Это не ковбой. Ну вот, отлично. Вот, ну и еще было бы... Ой, бедненький. Так, пукнул, что у него закружилась голова. Итак, еще бы что-то интересного, вкусного. Вот давайте-ка дадим этот зелье-горшочек с волшебным зельем. Посмотрим, как наш котик Том возрастет. Ох, ничего себе, он превратился в золотого Тома. Кстати, здорово подходит к королевскому интерьеру. Ну вот, все у нас супер. Ага, ковбой Том пошел в туалет. Не успел себе внести изменения. Здесь интерьер, но как бы не критично. Как бы не критично, сейчас мы это все поменяем. Итак, мне нужен королевский унитаз. Уборная называется. Мне нужны королевские врата. Вот заслонка поменялась на врата. Королевский коврик остался ковриком. И современный кафель мы поменяли на королевскую плитку. И осталось только внести изменения в обои. Ну что ж, просто чудесно. Чудесно. Вот что-то у нас немножко запачил котик Том. Поэтому давайте-ка я его немножко вот так здорово покупаю. И смою вот эту всю грязь. Итак, друзья, буквально капелька осталась, чтобы перейти на 330 уровень. Ну, я уверен, сейчас мы погладим нашего котика Тома, поднимем ему настроение. Он сразу же перейдет на новый уровень. Так, хороший-хороший Том. Вот еще несколько мгновений. И котик Том переходит на 330 уровень. Ну что ж, просто супер. Да, вот так. Итак, какая же нас награда ожидает нашего котика? Итак, классическая шерстка, колбойский костюм, но шляпа исчезла. Ну, это логично. Вместо шляпы у нас колпа. Вот, просто чудесно. Итак, подарок. А в подарочке у нас 600 монеток. Ну что ж, это как бы классический вариант. Вот между уровнями по 600 монеток, и когда будет круглый уровень, 100, 200, 300, либо 400, либо еще круглые цифры, там будет по 10 тысяч монеток награда. Ну что ж, просто супер. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка еще выполним сегодняшние миссии. А первая из миссий нашего котика, это создать огромную башню из тортов. И да, первый ключ мы собираем просто шутя за несколько движений. Вот, ну, давайте-ка хотя бы доберемся до шарика, чтобы наш тортик сделался по максимуму большим. Вот, не могу остановиться. Давайте-ка хотя бы доберусь до следующего шарика. Вот, отлично, ну, как-то так. Вот, отлично. Ну вот, наверное, все-таки давайте-ка на этом и остановлюсь, иначе вот трудно остановиться. Отлично. Итак, с башней мы разобрались, а теперь давайте-ка посмотрим, какая же следующая миссия ожидает нашего котика-колбоя Тома. Вот, кстати, давайте-ка посмотрим, как он танцует. Вот так. Да-да-да. Вот так. Итак, следующая миссия набить 1664. Кубка в игре футбол. Итак, первый матч с Джинджером. Итак, вот попробовал я вот так как-то по диагонали ударить, не получилось. А еще, ой-ой-ой. Да, есть первый гол. И вот так. Ну, давай, дружище Том. Да, второй гол мы запинали. И третий Джинджер сам себе забил. Итак, попробуй забить Хэнку. Ой-ой-ой. Так, Хэнк оказался хорошим игроком, и мы забиваем ему первый гол. Итак, вот, ну, давай-ка, дружище. Да, второй гол забит. И пытаемся запинать. Ну, пока не очень. Ай-яй-яй. И, ну, да, третий гол есть. Отлично. А вот теперь сыграем с Беном. Ай-яй-яй. И вместо Бена я себе забил. Забиваю гол. Ой-ой-ой. Итак. А ну-ка. Да, есть. Отлично. Вот. И давайте-ка. И да, второй гол Бену. И еще нужен один удар. Еще один. Ну, давай-ка, дружище. Давай-ка, Томушка. Я верю, у тебя все получится. Ну, что такое? Да, есть, есть. Итак, есть второй ключ. С Анжелочкой, друзья, я не буду играть. Ну, разве попробую один мячик закатать, если получится. Вот. Вместо Анжелочки я сам себе закатал мячик. Ну, хотя бы и второй мячик. Ну, что-то не пошло. И да, ну вот так пусть будет. Хорошо. Ну, что ж, с этой миссией мы справились, в принципе, довольно-таки быстренько. Хотя, вот, на вторую миссию пошло намного больше времени. Так, что у нас с третьей миссией? Набрать 9 кубков. Вот, в игре, вот, не помню, как она называется, но мы здесь, как и Диана Джонс, вот, уклоняемся от всевозможных каменных глыб. И да, вот, видите, буквально за несколько движений собираем ключик. Давайте-ка я попробую избавиться вот от этих вот пауков и попробую перебраться на другую сторону. Вот, кстати, вот так как-то отлично. Ну, вот, просто-просто-просто чудесно. Ого, какая крутая миссия. Вот, собираем награды. Вот здесь у нас куча скорпионов. Ой, друзья, и скорпион кусает нашего Тома, и я проваливаю эту миссию. Вот с вампиком, в принципе, тяжело двигать Тома. Но, тем не менее, эту миссию мы тоже выполним без проблем. Итак, следующая миссия, набрать 1793 кубка в игре желейки. Итак, друзья, кто не играл эту миссию, напоминаю, смотрите, друзья, здесь все очень просто. Вот с вампиком мы делаем длинную комбинацию, и главное, чтобы мы коснулись поврежденной желейки, и тогда мы ее уничтожаем. Вот так. Уничтожаем ту желейку, которая соприкасается с нашей. Вот, ну, давайте-ка, друзья, я попробую как-то вот так вот уничтожить сейчас по максимуму черных желейек. Вот, отлично, есть возможность сейчас уничтожить зелеными, и сейчас еще активируем желтую. Отлично, итак, осталась последняя желейка, вот черная, но я не могу, у меня нету комбинаций, чтобы ее достать. Ну, что я могу здесь делать? Ну, давайте-ка, друзья, попробую пока вот как-то вот так. И, ага, вот, есть возможность использовать фиолетовую. Вот, ну и пока это все, что я могу. О, ну, что я могу еще сделать? Вот как-то вот так. Отпускаем. Ага, вот есть возможность использовать и уничтожить одну черную. И да, вот, вот, друзья, получилось. Отлично. И да, мы собрали четвертый ключ. Итак, мы выполнили сегодня все миссии. Здорово. Ну, и давайте-ка, друзья, перейдем с вами уже... Ага, предлагают нам выйти, но я думаю, выходить мы не будем. Лучше вернемся с вами домой и посмотрим, какая же награда нас ожидает в сундуке. Вот, а в сундуке нас ожидает приз. И это желтый перчик. Кстати, а что делает желтый перчик, я точно не знаю. Ага, вот, я уже понял. Вот, благодаря этому перчику наш том сможет полыхать огнем. Вот, ну, колбои любят острую пищу. Вот, что ж, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, какого тома хотите вы увидеть в следующем видео. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну, и, конечно, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok